книга открытым оком том 20 вопрос 3399 тема объединения кто был против объединения они высказывались приводили свои доводы когда уже вплотную пришли к слиянию к поглощению русской православной церкви за границей то сегодня можно уже сказать насколько правы были те люди чье тогдашнее выступление можно взять за образец почему бы вам ближе с ними не сойтись отвечает игнарий тихонович лапкин вот выдержка из такого материала несмотря на то что нас с братьями алферами уже многое не сближает но их высказывания и сегодня мне импонируют но они нас не воспримут цитата против существования приходов рпцз в россии выдвигались различные обвинительные доводы рождаемые в патриархии и к сожалению находящие поддержку в зарубежье вкратце эти доводы сводились к следующим во первых утверждали будто в российских приходах собираются только проходимцы и какие-то безнравственные личности на которых нельзя положиться во вторых подсчитывали что на российские приходы якобы тратятся большие средства русской православной церкви за границей наконец и главное этими мол приходами разрушается единство церкви воздвигается препятствие к диалогу который только и может якобы уврачевать существующий раскол альтернативный путь предлагался таким просвещать патриаршую церковь помогать ей избавляться от советского наследия и налаживать собственную церковную жизнь начале девяностых годов все эти соображения еще можно было принимать всерьез но по итогам прошедшие десяти лет можно сказать что все они либо оказались изначально несостоятельными либо же сама патриархия сделав свой духовно исторический выбор опрокинула последние добрые надежды впрочем вся эта информация идет не только через прессу где не всегда удается лгать слишком нагло при том что не вся патриархийная паства знакомится с прессы гораздо большую роль в этой клеветнической кампании играют старцы и духовники московской патриархии на местах которые перед людьми не образованными и вовсе не стесняются в выражениях все это совершается вполне в духе советской пропагандистской традиции когда кроме официальной газетной подавалась на всяких полит занятиях и полуофициальная информация нигде не публиковавшаяся а потому внушавшая большее доверие слушателя одновременно при всем этом патриархия постоянно предлагает за рубежью цитата объединение без предварительных условий но как же можно объединяться да еще и без всяких условий при таких обвинениях с крестоборцами масонами экуменическими изоляционистами и прожидавленными антисемитами акт предлагали только паписты параллельно и обвиняя в ереси и навязывая объединение под единственным условием признания папы обогащение эрудиции московской патриархии идейным наследием зарубежья не привело ее к исправлению своих заблуждений ни в области экуменизма который и теперь не был отвергнут даже в крайних своих проявлениях а лишь дипломатичнее перефразирован как мы видели выше ни в области пересмотра социального статуса церкви и ее отношения к государственной власти ни в отношении переоценки советского прошлого курс митрополита сергия никогда не подвергался в московской патриархии пересмотру и все более широкое хождение в соответствии с духом времени получает миф о православном сталинизме как лучшем варианте церковно-государственных отношений тем более ничего серьезного не удалось сделать в области благочестия и отказа от треба торговли такого удара по своему кошельку московская патриархия стерпеть не в силах все это лишний раз доказало что повреждение московской патриархии не есть количественное но качественное что это не плен церкви не внешнее отсутствие прав а внутреннее перерождение и постоянное добровольное сотрудничество с врагами христовыми расширение прав московской патриархии только усилила все повреждения единственно возможный способ изменить свое духовное качество покаяние которая отвергалась патриархии всегда и заменялась лицемерием и маневрами ложным оказался тезис выдвигаемый в качестве платформы для объединения будто московская патриархия и русская православная церковь за границей две равноценные и равноблагодатные части одной русской церкви патриархия себя в таком качестве никогда не представляла а исповедовала себя единственно законной церковью обижаясь на само название патриархия зарубежную церковь всегда называла расколом так было во все времена начиная от митрополита сергия и до последнего послания патриархийного синода от апреля сего года потому московская патриархия и не признала ни одной канонизации святых совершенная в русской православной церкви за границей а воспроизводила их всякий раз заново так называемое объединение беспредварительных она представляла только на присоединение раскольников к московскому патриарху хотя бы и на правах автономии это напоминает политику восточного обряда проводимую ватиканом в этом столетии когда никакие догматические обрядовые канонические прочие разногласия не берутся в толк а определяющим является подчинение папе соответственно если мы отвергаем восточный обряд и экуменизм как две формы отступления разные но внутренне родственные то мы не можем иначе относиться и к попыткам московском патриархии поглотить нас под видом объединения для нас неприемлемо использования патриархии духовного наследия русской православной церкви за границей в качестве приманки для простодушных и создания обманчивой видимости своего православия поэтому сейчас можем констатировать что не только попытки диалогов с беспринципной иерархией московской патриархии не имеют больше смысла но и просветительская работа среди убежденных патриархистов передача им идейного наследия зарубежных авторов себя исчерпала нам пора уже преодолеть комплекс неполноценности перед московской патриархией и суметь отличить его от любви к своему народу слишком просто мы забываем ее неблагодарность слишком надеемся на искренность любого ее доброго слова слишком верим ее обличение в наш адрес и тому что она якобы представляет весь русский православный народ патриархия говорит вы злобные у вас любви нет и мы вздыхаем да мы такие злобные мы все такие гадкие ничтожные а у них патриархии столько замечательных людей но посмотрите на дела кто злобный кто давал свое а кто отнимал чужое кто протягивал руку дружбы а кто в ответ постоянно улыбался и делал всякие пакости из-под тяжка смирение перед сильным и наглым не имеет нравственного достоинства это отнюдь не то душевное качество которое нам заповедал христос и святые отцы само существование зарубежных приходов россии свидетельствует что и впредь верующие будут покидать московскую патриархию и при том по внутренним причинам не потому что наслушались пропаганды или с кем-то поссорились а потому что ищут правды и жизни по совести приходы русской православной церкви за границей дают возможность таким людям оставаться православными не пока и дать канонически законного священства не уходить в секты поэтому открытие приходов русской православной церкви за границей в россии не было делом скандальным или политическим а было пастырской помощью тем кто все равно не остался бы в патриархии путь борьбы за истинное православие в россии это именно укрепление наших приходов наша церковь основана не по прихоти человеческой и не по указке врагов христовых восьмидесятилетнее ее бытие это подтверждает следование воли божией обусловливает верность зарубежной церкви самой себе и своим основателям на объединение же с московской патриархией этой воли не видно конец цитаты данная статья написанная иеромонахом дионисием и священником тимофеем русская православная церковь за границей была перепечатана из успенского листка номер 34 двухтысячный год послание римлянам 12 10 будьте братолюбивы друг другу с нежностью в почтительности друг друга предупреждайте 2 паралипоменон 36 15 и посылал к ним господь бог отцов их посланников своих от раннего утра потому что он жалел свой народ и свое жилище исайя 9 19 ярость господа саваофа опалит землю и народ сделается как бы пищу огня не пощадит человек брата своего о чем бы я писал и говорил прилюдно в телефон или приватно когда бы библию не встретил не открыл и не прочел не раз а многократно с кем никогда учился и служил запутались смотреть на них отвратно мертвец меж мертвецов среди могил и я бродил бы без сестры без брата пенсионеры спорят о лекарствах за льготы бьются в су и ветераны ненужные старухи злобно тычут пальцы и в очереди ищут кто же крайний а это мог быть я один из них ворчал сгорбатившись подельнику разрухи искал бы сталина правительство казнить все с отвращением плюют на эту рухлядь в тот день тот час отверзлись небеса когда склонился обнимая крест мой дух с давидом радостно плясал к себе из библии нашел немало мест мой путь особой милостью помечен бог возродил и усадил за стол я сознаюсь что нищ и угостить мне не чем какой же гость под кров ко мне зашел и чудом стало то что снизошло узоры букв на белые страницы на перегонах главы на излом стихи с подробностью являют прошлых лица язык преобразился в тот же миг и в письмах пламень от любви завердевшей я выбросил в подполье связки книг из них все псы теперь вдогонку брешут я думаю мой бог не пожалел что дух мой к небу развернул так властно вино духовное сопровождает хлеб и непорочный агнец жизни пасха 1 марта 2007 год игнатий лапкин